Алексей Ильич, добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить, что для нас нашли время в твоем загруженном графике. Вопрос такой, это из приходской практики, скажем так. Большинство людей, прихожан, с кем приходится общаться, задают вопрос о том, что почему же, вот о чем мы сегодня говорили, ходят столько лет, из года в год в храм, грехи еженедельно повторяются, каждую неделю человек приходит с одними, недельными грехами. Вот я стараюсь не осуждать, вот я стараюсь не завидеть, вот я стараюсь себя ограничивать, там в еде есть недосубы, пресвящения, чтобы не было, вот, и все равно у меня не получается. В чем, по выражению, вы всегда в святых отцов цитируете, святых отцов, в немощь человек слабо подвязается, отсутствие страха в Боге? В чем вот эта причина постоянного у людей повторения грехов? Благодарю! Первое. Спасается тот, кто делает усилия в отношении спасения. Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия получают его. Усилия. Не то, что я сделаю. Господь смотрит на намерения человека, на те усилия, которые он предпринимает. Почему получается так, что мы, так сказать, каемся и опять повторяем? Причина в следующем, что мы, даже, кажется, каясь, не смиряемся. Не смиряемся. Не смиряемся мы. Небрежно совершенно относимся. Мы часто... наша исповедь – это не исповедь покаяния, а отчёт о проделанных грехах. Более того, я даже вам напишу вот такую хартию. Вот. Вот я всё собираюсь написать, свои грехи, дать батюшке. Эта хартия, поскольку большая, я пока схожу в магазин, он пока там всё прочтёт, мой отчёт. Мы даже вместо покаяния отчёт делаем о проделанных грехах, а в том, чтобы искренне каяться и осознать, насколько я действительно слаб, этого нет. Святые отцы прямо сказали, ответили на ваш вопрос абсолютно точно. Мерою смирения очищается душа, душа от своих страстей. Слышите? Одно дело – грех, другое дело – страсть. Знаете, разница какая? Одно дело – грех, другое дело – страсть. Одно дело – человек напился, совершил грех. Другое дело – алкоголик. Совсем разные вещи. То есть, не может уже не пить. Какой ему труд! Так вот, первое наше условие – мы должны бороться с грехами хотя бы. А уже дальше, по мере осознания человеком своей вот этой нищеты духовной, по мере происходит и освобождение человека от страсти, от страстей. Мерою смирения побеждается страсти в нашей душе. Вот какова причина! Поэтому человек должен, неуклонно, неуклонно, должен опять исповедоваться. Но только ещё раз повторяю. Всё-таки надо свою исповедь. Насколько мы способны превращать в покаяние, а не в отчёт о проделанных грехах? Если это будет отчётом, то мы так пустые подойдём, пустые и уйдём. А вот если будет, хотя немножко сокрушение об этом, и будет всё-таки желание исправиться, то Господь поможет. Помогает. Вы что думаете, святые святыми, что ли, сразу стали? Да ничего подобного! Вот смотрите! Какая была борьба! Но надо учесть только, чтобы не напугать, что всякая борьба с грехом сопрягается в человеческой душе. С чем? Повторяю ещё замечательные слова Андрея Критского. – Радостотворный плач! Радость творящий, творящий радость плач! Вот что требуется! И это зависит уже от нас! Мы не можем смириться никак! Никак! И это узнать очень легко! Вот я каюсь, всё! Но попробуйте тронуть меня! Я вам сразу отвечу! Вы увидите, насколько я смиряюсь! Сразу узнаете! Я иногда по секрету... Да, вот тут можно, конечно, сказать... Говорю! Не тронь, а то пойдёт вонь! Все сразу понимают правильно! И вся суть ответа в этом! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...